Дорогие друзья, я всех приветствую. Для вашего внимания инструкция для малого универсального столика TSPROV. В комплект поставки входит сам малый универсальный столик, а также L-образный ключ на 3 мм. Основание столика цельнофрезерованное и не имеет никаких сверных швов, так как выполнено единой деталью, в которой крепятся зажимные губки, а также кронштейны с барашками. Начнем со сборки. Берем основание, собираем логотипом кверху, прикручиваем кронштейн, слегка ослабив фиксирующий барашек. По аналогии прикручиваем второй кронштейн. После этого устанавливаем губку, в зависимости от затачиваемого инструмента. К примеру, возьмем Y-образную. Посадочный размер малого универсального столика 20 мм, а это значит, что его можно установить на рамку практически всех устройств TS-PROF. Это устройство Профиль, Кадет, а также Пионер. Но обращаем ваше внимание, что при использовании малого универсального столика на устройстве TS-PROF KADET не полностью будет работать камень. Более подробно это есть видео про заточку на малого универсальном столике на устройстве TS-PROF KADET PRO. Основание малого универсального столика имеет плоскую поверхность для крепления различного режущего инструмента, а также три технологических отверстия для крепления губок. Для того, чтобы выставить первоначальный угол заточки, ослабляем барашки по бокам, наклоняем столик на необходимую нам величину и затягиваем барашки. К малому универсальному столику поставляются два варианта губок. Укороченная, а также Y-образная. Но не обязательно использовать обе губки одновременно. Тонкую регулировку угла заточки уже можно выполнять при помощи реечного подъемника. На малого универсальном столике можно заточивать различный режущий инструмент, требующий заточки более 45 градусов. Давайте с вами разберем пример на обычных бытовых ножницах. Для этого нам потребуется Y-образная губка. Мы ее устанавливаем по центру. Если у вас ножницы имеют разборный винт, то обязательно их разберите. Устанавливаем ножницы по центру, так, чтобы у нас режущая кромка была параллельна основанию столика. При помощи винта на 3 мм мы подтягиваем, а дальним барашком мы разжимаем. Ну а далее все как при обычной заточке. Если нам нужно попадать в угол заточки, мы закрашиваем подвод при помощи маркера. Устанавливаем абразивный камень в держатель абразива и попадаем, ориентируясь на след от абразивного камня. Увидели, что мы попали в угол заточки, фиксируем и начинаем заточку. Ножницы у нас имеют одностороннюю заточку, поэтому не забывайте впоследствии убрать заусенец с обратной стороны ножниц. К сожалению, использование угломера AxiCube I на малый универсальном столике будет невозможно. Но давайте попробуем выставить угол при помощи угломера AxiCube I. Мы переводим его в четвертый режим, прикладываем к основанию столика и обнуляем. После чего переносим на держатель абразива и мы видим, что наш угол составляет 73,2 градуса. Если вам нужна более тонкая регулировка, также вы можете ее провести и ориентироваться на показания. Давайте, к примеру, выставим 70 градусов. Выставили, зафиксировали. Можно убирать угломер и начинать заточку. Используя укороченную губку и расположив ее перпендикулярно основанию столика, можно зажимать стамески. Если заточим инструмент слишком большой, чтобы зажать его стандартными выреженными губками, то можно воспользоваться струбциной. Приобрести малый универсальный столик можно на нашем сайте tsprof.ru, а также у наших партнеров. Ссылки будут также в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу в телеграм-канале.